Сегодня у нас третья среда, и как всегда перед харизматической рекой мы говорим о силе, мы говорим о дарах, мы говорим о внутреннем порядке, потому что мы хотим, чтобы чудеса Божьи происходили, чтобы чудеса Божьи происходили. Сегодня я хотел бы поделиться некоторыми мыслями и обозначил бы эту проповедь как концентрированная вера. Мы о вере так много говорим, рассматриваем разные грани, и сегодня я бы хотел рассмотреть именно вот этот аспект, концентрат нашей веры, того, какой концентрат нашей веры, зависит вообще результаты. Давайте посмотрим послание к евреям, третья глава, прочитаем седьмого стиха. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне? Время ропота, в день искушения в пустыне. В нашей жизни есть разные времена. Времена процветания, времена любви, времена ненависти, времена благодарения, времена ропота. И в нашей жизни есть дни, разные дни, злые дни, добрые дни, дни счастья, благословения и дни искушения. Мы проходим разные дни и разные времена. И Дух Святой предупреждает нас о том, что когда мы попадаем во время ропота, то есть мы переживаем вот это время, и нас встречает этот злой день, день искушения, чтобы мы не ожесточили своего сердца по отношению к Господу. Друзья мои, вера не ожесточается против говорящего Бога. Очень часто мы просим, чтобы Бог нам нечто сказал, но мы не догадываемся, насколько наша плоть уникальна. Пока Бог молчит и наша плоть молчит. Как только Бог заговорил, и наша плоть заговорила, причем заговорила совсем другое, происходит ожесточение. Это такой парадокс. Вера – это правильная реакция на Слово Божье, потому что не все, что говорит Бог, нам нравится. Не все, что говорит Бог, плоть с удовольствием воспринимает. И был такой опыт в старом поколении, что когда говорил Бог, люди бесились, люди злились, люди с ума сходили. Вы знаете, Слово Божье должно быть адаптировано к нам. Слово Божье должно доставлять удовольствие. Я не знаю, зрелость, наверное, это что ли, что когда Бог говорит, мы получаем удовольствие. Наверное, это зрелость, что когда говорит Бог, мы радуемся, мы наслаждаемся, и Слово Божье становится нам слаще меда и капель сота. Вот Бог предупреждает, говорит, смотрите, следите за своей реакцией, следите за тем, чтобы внутри не возникло раздражение, когда говорит Бог. Потому что если человек раздражается на то Слово, приходящее в человеческое сердце, то этот человек имеет впоследствии огромные неприятности. Итак, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в дни искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на он и род. Есть такая жизнь, которая радует Господа, которая прославляет Господа. И Господь, смотря на таких людей, на такую судьбу, он радуется и говорит, вот это моя козырная карта. С этими людьми я смогу сделать все. Я прославлюсь в их жизни. Но есть такие судьбы, которые Бога раздражают, и он негодует. У нас с вами выбор, какими нам быть христианами. Теми ли, которые угождают Богу, радуют Бога, или те, которые раздражают Бога. По сути своей речь идет о том, что народ этот, начавший этот маршрут, он не дошел до финиша. Нам необходимо дойти до финиша. Мы столько времени верили, мы столько времени мечтали, пророчествовали войти в обитованную землю. Я скажу вам, что остается совсем немного. Совсем немного. И знаете, дьявол, негодная личность, как правило, начинает искушать прямо уже вот у порога твоего благословения. Он начинает тебя бесить и ожесточать. Когда, ну, за полчаса до весны. Вот, когда уже осталось совсем чуть-чуть. Иисус 40 дней постился и напоследок взолкал. И дьявол пришел к нему в 40-й день. Вот, когда чуть-чуть остается. Он не атакует нас в начале. Он атакует нас в самом конце, чтобы мы потеряли награду. Ради Бога, все, что угодно, только не ожесточайтесь на Господа. Вот это уже все, это последний номер. Против этого уже, против этой болезни нету никакого лекарства. Никакого. Если Бог разозлится на человека, Он его убьет. Если Бог разозлится на народ, Он этот народ истребит и хоть бы что. И Он скажет, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемыми человеками, ибо они плоть. Я не знаю, вот я, когда уверовал, и когда я понял свое место в церкви, я где-то внутри принял решение не злить Господа. Я принял решение поднимать ему настроение. У меня не всегда это получается. Иногда хочется как лучше, а получается как всегда. Но, по крайней мере, где-то внутри у меня есть ориентация. Я не хочу раздражать Бога, потому что если я дело имею с раздраженным Богом, ну, не сдобровать мне. Ну, вот и все. Я думаю, что все мы воспитывались в семьях. И когда батя приходил злой, то добра не жди. И все рассыпались. В одной семье такого батю прозвали угроза населению. Я вам скажу, если уже наш Бог становится угрозой населения, все, пиши, пропало. Так мы призваны, друзья, или наши призваны, не для того, чтобы раздражать Бога, а для того, чтобы удовлетворять Бога. Без веры Богу уходить невозможно. Так вот, незрелость, неспособность понимать Бога раздражает Бога. Непонимание. Одиннадцатый стих. «Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Все. И Евреям 4 глава 2 стих показывает нам ключ, почему люди раздражаются, почему люди начинают вести себя агрессивно по отношению к Господу. «Ибо и нам это слово возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Братья и сестры. «Нас спасает не то слово, которое мы слышим, нас спасает то слово, которое мы растворяем. Нам пользу приносит не то, что мы слышим, нам приносит пользу то слово, которое пропитывает наше естество и растворяется нашей верой. Вера имеет способность растворять слово. Вот отсюда и рождается это название «концентрированная вера». Знаете, есть вот алкогольные напитки разной крепости. Есть там 10 каких-то единиц, есть 40, есть какие-то виски сумасшедшие, 75 и так далее. Так вот, наша вера тоже имеет свои градусы. И от чего зависят градусы? «Чем больше слова Божьего, чем больше откровений мы растворяем своей верою, тем концентрирование наша вера, тем она эффективнее и тем она имеет гораздо больше результатов». Каким образом вера растворяет слово? Когда мы говорим о том, что слово должно быть растворено, речь идет, вероятно, о какой-то жидкой субстанции, потому что слово должно растворяться. Я всегда ассоциирую это, вот чай, и ты бросаешь туда сахар, и ты размешиваешь. Что такое субстанция, как она выглядит, что должно растворять это слово? О Духе Святом Господь сказал, что «кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки живой воды». И я понял, друзья, одну вещь, что слово Божье может растворить только Дух Святой, который является продуктом нашей веры. Амин! Вы знаете, Дух Святой – это живая вода, и именно вот в Духе Святом, который живет в нас, мы можем растворить это слово. Я много слышу откровений, многие из них я ставлю на полочку, и они стоят и пылятся, но очень многие откровения я беру и рассуждаю, молюсь, с Богом советуюсь, и молитва в Духе Святом, когда у тебя внутри все бурлит, вот именно сосуд, наполненный Духа Святого, способен растворить это слово. Вы знаете, почему многие христиане сухие, безжизненные, депрессивные, почему многие христиане безрезультатные, они не исполняются Духом Святым, и я скажу вам, тот, кто не исполняется Духом Святым, он категорически не способен растворить Слово Божье. Религиозные люди могут слышать десятками лет звучащие откровения. Воздухом не растворяется Слово, Слово растворяется Духом Святым. Говорим вера, подразумеваем Дух Святой. Вот почему, когда мы говорим, исполняйте Духом Святым. Когда здесь, на этой сцене, происходит определенное действие, и Дух Святой касается, друзья, насколько мы открыты к Духу Святому, насколько мы легко входим в этот поток, насколько легко мы можем растворять это Слово. Амин. Повторяют и мысль. Христианин, который исполняется Духом Святым, он способен растворять Слово Божье, и это Слово приносит ему пользы. Мы говорим, духовный человек, у него есть огромный опыт. Если человек игнорирует, если человек говорит, я разумом понял, одного разумного понимания недостаточно для того, чтобы Слово стало плотью. Амин. Разум – это не живая вода. Разум может разложить все на схемы и формулы. Кроме формул и схем существует еще духовное пространство, в котором мы должны растворить это Слово. Давайте посмотрим, каким трагедиям приводит нерастворенное Слово Божье. Слышанное, но нерастворенное. Это опасная комбинация. Новое поколение, ради Бога, пастора, лидеры. Кто здесь находится, не шутите с огнем. Слово, которое не растворется верою, уничтожит вас. Слово, которое не растворилось верою, оно закопает нас. Оно просто разочарует вас. И вы разочаруетесь, ожесточитесь против церкви, против лидеров, против Духа Святого, против призвания. В конце концов, мы можем пасть ко сьми в пустыне. Вы знаете, по отношению к Духу Святому, мы с вами можем говорить о родстве, о солидарности или о внутренних разногласиях. Только живая вода может разварить Слово Божье. Дух Святой кодирует Слово, и Дух Святой его может раскодировать и объяснить до конца. Амин. Что такое растворенное Слово? С другой стороны. Пирань. Мы письмо Христово, и недавно мы говорили о татуировках, можно ли писать там вот на теле, вот всякие вот эти знаки, христианская татуировка. Апостол Павер предлагает настоящую татуировку, он говорит, вы письмо Христово. И если уж татуировку где делать, на скрижалях сердца, и не чернилами, и тушью, а Духом Святым. Вот это разрешенная, официальная, легальная татуировка. Вы со мной? Все читают и все узнают. А если у тебя в сердце нет вот этой татуировки, ты хоть вот здесь пиши, Иисус Господь, хоть вот здесь пиши, Дьявол проиграл, хоть здесь пиши, Господь любит тебя. Ну, не поможет тебе эта тату, и все. Амин. Слово, растворенное верою, это слово, записанное Духом Святым, обратим, Духом Святым, на скрижалях нашего сердца. И мы становимся письмом Христовым. Причем его все читают и узнают. Вот это дураки пишут вот здесь вот, Миша, чтобы не забыть, как его зовут. Не забуду, мать родную. Или еще что-нибудь. Так что, а у нас на скрижалях сердец Господь уже сделал вот этот весь текст, и я считаю, что вот это как раз есть слово, растворенное верою. Амин. Давайте посмотрим числа, 16 главу. Числа, 16 глава. Апостол Павел говорит, что Господь на каких-то людей разгневался, и Господь на каких-то людей вознегодовал и поклялся, что они не войдут в покой мой. Концентрированная вера – это вера, которая растворила слово. Оно проникло внутрь, в сознание, и слово стало плотью. Слово Божье одних радует, других раздражает. И вот по отношению к Слову Божьему я могу говорить, я религиозный человек или я все-таки человек Божий. Когда Бог говорит, сердце реагирует по-разному. И вот посмотрите, как выглядят люди, которые слышали слово, но не растворили верою и имеют неконцентрированную веру. Корей, сын Ицгара, сын Каафов и так далее, причем они все были сыну Рувимова, восстали на Моисея. И с ними, и с сыновей Израилевых, 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. Господи! Вот иногда простые люди растворяют откровения гораздо быстрее и эффективнее, чем люди именитые. Обратите внимание, проблема родилась на уровне именитых людей, вот которые были совсем рядом. Я к чему это говорю? Мы не открываем охоту на ведьм, но мы сегодня призываем всех лидеров бодрствовать, чтобы дьявол не сыграл этой опасной шутки. Играть в новом поколении опасно. Изображать новое поколение опасно. Рано или поздно Господь вот все, хлюзду на правду выведет, как мы в детстве говорили. И вот люди именитые. Вы знаете, чем мы старше, чем мы больше имеем титулов, тем сложнее нам верить. Вот молодых еще можно учить, перераскивать. А чем мы становимся старше, тем мы все труднее и труднее обнаруживаем способность к переменам. Господи, защити нас от этого иммунитета старения. Если человек уже не способен меняться, его надо срочно на пенсию отправлять. И далее по этапам. Обращаю внимание, люди именитые воздали на Моисея. И не просто на Моисея, смотрите. И собрались против Моисея и Аарона. Под раздачу попали Моисей и Аарон. Два мужика, которые всех злили. Посмотрите, происходило ожесточение. Как происходит ожесточение, когда звучит слово, когда проповедовал Моисей, а потом еще вторил ему Аарон, вот эти люди, они злились, они раздражались. Они опускали их глаза вниз, и они писали, там чертиков рисовали в своих тетрадках, и говорили, опять одно и то же. Достало нас все это. Или свою проповедь, или Библию просто читали, в лучшем случае. Проверяйте, пожалуйста, реакцию на служение. Проверяйте, пожалуйста. Если приходит какое-то ожесточение, это опасный импульс, опасный импульс. Павел говорит, не ожесточайте сердце. Почему ожесточается сердце? Недостаток живой воды. Недостаток помазания. Я убежден, друзья, что Дух Святой – это ключ ко всем нашим согласиям и к нашему единству. Амин. Ну, здесь вот произошла какая-то проблема. Они восстали против Моисея и Аарона и сказали, полно вам все общество, все святы, и среди их Господь. Почему вы ставите себя выше народа Господня? Пошли претензии. Ожесточение – это не просто ожесточение, какое-то настроение такое, ожесточение – это начало боевых действий. Это начало боевых действий. И в адрес Моисея и в адрес Аарона был брошен упрек. Что вы из себя строите? Вы что, умнее всех? Все святы. И со всеми, говорит Господь, полно вам. Типа, хватит дурачить нас. Услышав это, смотрите, Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, завтра покажет Господь, кто его, а кто свят, чтобы приблизить его к себе. Кого он изберет, того и приблизит к себе. И вот что сделайте, Корею, все сообщники его, возьмите себе кадильницы и завтра положите в них огня и всыпьте в них курение перед Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левиены. И сказал Моисей Корею, послушайте, сыны Леви, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполнили службы при скине и Господне и стояли перед обществом служа для них. Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Леви, и вы домогаетесь еще до священства. Итак, ты и все твое общество собрались не против Моисея и Аарона, а собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него? И послал Моисей позвать дофана Аверона, сынов Кореев, Ильява, но они сказали, не пойдем. То есть конкретный кризис, конкретный разлад, ожесточение, это бунт на корабле. Это от слова, которое не растворило верою, оно человека уродует, оно человека превращает в фарисея. Слово, которое может спасти тебя, будучи растворенным, оно может уничтожить тебя, будучи нерастворенным. Ты его хватаешь и используешь уже не в назначении. Если слово, растворенное верою, приносит пользу, то слово, нерастворенное верою, оно приносит ущерб, оно приносит вред народу Божьему. Амин. Посмотрите, те люди, у которых слово растворилось верою, стали врагами по отношению к тем, у кого слово не растворилось верою. И происходит расслоение. Дальше, посмотрите, Моисей теряет авторитет. Он желает встретиться с Дофаном, Кореем и Авероном и говорит, я хочу вас с вами встретиться, придите ко мне. Они говорят, нет, мы не пойдем. Ты нас раздражаешь. Вопрос, друзья, вот в чем. Это не раздражение против человека, это раздражение против Слова Божьего. Помните, когда народ Божий собрался и сказали Самуилу, дай нам царя, Самуил опечалился и когда он с Господом разговаривал, Господь сказал, не тебя не отвергли, меня не отвергли. Друзья, здесь такие тонкие материи и нам необходимо, друзья, сегодня проревизировать. Дух Святой дает это слово, чтобы мы проревизировали свои позиции, потому что до великих благословений остается немного и Бог не желает, чтобы кто-то остался. Бог желает, чтобы все уверовавшие вошли в покой Божий. Осталось еще немного, время беспокойства закончится, время вражды закончится, время сражений закончится и придет великая победа. Храните слово растворенным. Амин. И вот смотрите, какую дьявол разыграл карту. Моисей говорит, пойдемте поговорим, но они сказали, не пойдем. мы твое вредя не признаем и подчиняться не будем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты хочешь еще властвовать над нами, это ожесточение извращает мозги. Это уже, знаете, вот это ожесточение открывает двери бесам, и так как они не заботились иметь Бога в разумии, то там уже не Бог руководил мышлением, а там сам дьявол. Они говорят, ты вывел нас из земли, где течет молоко и мед. Они Египет начали называть уже обитованной землей, и говорят, зачем нам этот ханаан, где какое-то молоко, у нас и там в Египте было и молоко, и мед. Зачем ты нас вывел оттуда? Начинается переоценка всех ценностей. Слово нерастворенное веру уничтожит. уничтожит человека. Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли ты нам во владение поля и виноградники, глаза людей этих, ты хочешь ослепить. Не пойдем. Просто отказ. Вот не пойдем и все. Слово, нерастворенное верою, вызывает болезни, разногласия и конфликтные ситуации в Церкви Божьей. И единственный рецепт, единственный выход из положения это живая вода. Нам нужна живая вода, которая помогла бы нам растворить своей верою все откровения Божьи. Где чудеса, где знамения, где христианское правительство, где мега церкви, где праздники поклонения, где все, что мы обещали, что вы обещали, еще пройдет немного, и мы увидим. Мы живем этим. Мы идем по отношению к этому. А почему нужно злиться, что, а мне вот сейчас выдавай. Ну, знаете, ну, есть свое время, есть сроки. Это не причина ожесточать свое сердце, когда звучит Слово Божье. Амин. Я опять говорю, что Дух Святой говорит, когда услышите глаз Божий, не ожесточите своего сердца, как во дни, во время ропота, в день искушения. У нас у каждого есть свой день искушения. У нас у каждого есть свое время ропота. Когда это все поднимается, обуздайте свое сердце, обуздайте свои эмоции, скажите своей плоти, заткнись, замолчи. Я столько времени служил тебе, хватит, я не хочу за дешевку променять свое первородство. Я прорвусь через эту пустыню, она однажды закончится, и мои глаза увидят и молоко, и мед, мои глаза увидят растущие ячейки, мои глаза увидят процветание и успех, мои глаза увидят стадионы, полные поклонников, мои глаза увидят христианское правительство и великую славу Божью, мои глаза увидят, как исцеляются больные, как воскрешают мертвые. Я знаю, искупитель мой жив, и он никогда не позрамит тех, кто надеется на него. Дьявол, отойди от меня. Амин! начинай с чем молиться. Разрушь себе всякое ожесточение, разрушь себе всякую ненависть, всякий бунт, всякий страх. Молись, как воин, молись, как воин. Во имя Иисуса всякий ропот, всякое ожесточение, всякое горечь. Во имя Иисуса убирайся вон! Исполняйся Духом Святым и живая вода растворить эти обитования. Ушака, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они не повредили Моисею, они повредили себе Они повредили себе И когда у тебя встает этот нет, не пойдем Вспомни, как Господь говорит, остановитесь на путях ваших И рассмотрите, и расспросите, где путь добрый И идите, и найдете покой душам вашим Но они сказали, нет, не пойдем Уничтожь свое плотское, нет Уничтожь свое плотское, нет Разрушат этот газ Потому что Бог любит тебя Потому что Бог не хочет, чтобы ты вернулся в Египет Бог хочет, чтобы ты был в обитованной земле Аллилуйя, не ожесточай свое сердце Когда слышишь голос Господа Бога Аллилуйя Драгоценный Дух Святой, пусть живая вода Растворит нас Растворит Твое Слово Мы жаждем Тебя 24-й Скажите обществу Отступите со всех сторон От жилища Кореи, Дафана, Аверона И встал Моисей и пошел к Дафану И за ним пошли старейшины Израиля И сказал обществу Отойдите от шатров Нечестивых людей сих И не прикасайтесь ни к чему Что принадлежит им Чтобы не погибнуть вам Во всех грехах их Слово, нерастворенное верою Делает нас нечестивыми Оно делает нас скверными И ведет нас к погибели Слово, могущее спасти наши души Это слово губит наши души Господи, что это такое? Да лучше бы не связываться было с Богом Чем связавшись с Ним Снова обращаться на прежние пути Господи, дай нам Людей благонадежных Боже, сделай нас благонадежными Чтобы мы не стали Этими прокаженными Как Корей, Дафан и Аверон И отошли они со всех сторон Отжились Кореи, Дафан и Аверона А Дафан и Аверон Вышли и стояли у двери шатров своих С женами, своими сыновьями С малыми детьми своими Господи, безумие родителей Превращает своих родных и близких Собственных дочерей и сыновей В заложниках этого проклятия Боже мой Какое безумие Неужели это воля Божья? Да, конечно, не воля Божья Это воля тьявола Слово, нерастворенное верой Это трагедия Это Это катастрофа И сказал Моисей Из того узнаете, что Господь послал меня Делать все дела сии Они по своему произволу Я делаю сия Все хотят добиться От Бога этот человек или не от Бога Если люди просят доказательства У Бога будет много доказательств Когда фараон говорил Моисею А кто такой твой Бог? Откуда я его знаю? Господь сказал Мы познакомимся с тобой Я автографы поставлю на твоем сельском хозяйстве Я свои автографы оставлю в твоем дворце Я познакомлюсь с тобой Господи Защити нас от трагедии Защити нас от бедствий Защити нас от этого коварного замысла И лишь только сказал он слова сии Рассела земля под ними И разверзла земля уста свои Поглотила их Домы их И всех сыновей И людей Кореевых И все их имущество И сошли они со всем Что принадлежало им Живые В преисподнюю И покрыла их земля И погибли они из среды общества И все израильтяне Которые были вокруг их Побежали При их вопле Дабы говорили они И нас не поглотила земля Они имели власть над людьми И люди смотрели на своих лидеров Кроме они вчера заглядывали в рот И они видели какие-то страшные Непонятные Несовместимые с их мышлением вещи Вот они были Они их слушали И вдруг их не стало Господи Защити нас Защити нас От такого Исчезновения И вышел огонь от Господа И пожрал тех 250 мужей Которые принесли курение И сказал Господь Моисею Скажи Елизару Пусть он соберет эти кадильницы Ибо осветились И взял Елизар И эти кадильницы Которые принесли Разбили их в листы Для покрытия жертвенника 41 На другой день Все общество Сыновей Израилевых Возроптало на Моисея Аарона И говорили Вы умертвили народ Господи Господи Народ как ребенок И лидеры Проводят эксперименты Над народом И народ терпит Или благословения Или проклятия Бог так любит народ Поэтому он так хочет Исцелить лидерство Поэтому он так хочет Исцелить наши Пастырские мозги Наши лидерские мозги Мы не имеем права Экспериментировать Над людьми Это Божье наследие Это души За которых кровь Иисуса Христа Лилась Это не наша Экспериментальная Лаборатория Где мы проводим Свои разные Эксперименты И народ Народ возроптал Как зараза Корея Дофана Иоверона Народ заразился И вместо того Чтобы увидеть Суды Божьи Над всяким Беззаконием И нечестием И смирившись Сказать Господь Есть Бог Господь Есть Бог Народ Продолжает Эстафету Хорошо Над этими людьми Поработали Лидеры Хорошо Поработали Над ними Эти Кореи Дофаны Авероны Их нету А их дух Все еще Звучит в устах Этих простых людей Моисей Вы И Арон Вы убили народ Мы убили народ Мы не убивали народ Беззаконие их Уничтожило их Они ожесточились Против Господа И потому Господь Рассчитался С ним И народ Хотел убить Моисея И Арона И когда собралось Общество против Моисея и Арона Они обратились В скинью собрания И вот облако Покрыло ее И явилась Слава Господня Единственное Спасение Когда тебя Не признают Топчут Это скинья Собрания Это Дух Святой Это место Где Бог Встречается С тобой И слава Господня Покрывает тебя И на эту Территорию Ни один Беззаконный Не сможет Ступить И сын Беззаконный Не превозможен Тебя Господи Пусть слава Твоя Взойдет Над нами Исцели Наш народ Исцели Наше Лидерство Исцели Наше Пастерство Исцели Новое поколение Пусть Слово Растворится Верой Пусть Слово Станет Плотью И пришел Моисей Иарон Скини Собрание И сказал Господь Моисею Осторонитесь От общества Сего Я поглю их Во мгновение Но они Пали на лица И сказал Моисей Иарону Возьми Кодильницу Положи Огня С жертвенников Сып Курение И неси Скорее К обществу Заступи их Ибо Выжил Гнев От Господа И началось Поражение И взял Арон Как сказал Моисей И побежал В среду Общества И вот уже Началось Поражение В народе И он Положил Курение И заступил Народ Он стал Между Мертвыми И живыми И поражение Прекратилось Вот Настоящее Служение Здесь Нет Злорадства Когда Видишь Поражение Ты не Убегаешь За кусты Ты становишься Между Мертвыми И живыми И ходатайся Бог Умилосердись Твоя милость Превозносится Над судом Это Твой народ Где Эти Молитвы Где Эти Ходаты Где Эти Заступники Господи Подними Подними Этих Добрых Пастырей Которые Полагают Душу Свою За Овец Господи Пусть Слава Твоя Взойдет Над Нами Научи Нас Чему Ты В этот Вечер Дух Святой Покрой Нас Благодатью Твоей И Милостью Твоей Мы Хотим Понравиться Тебе Мы Хотим Угодить Тебе Мы Хотим Чтобы Наша Жизнь Не Бесславила И Не Раздражала Тебя Мы Хотим Чтобы Наша Жизнь Прославила Тебя Чтобы Начавши Это Доброе Дело Ты Мог Завершить Его До Конца Измени Нас Господь Преобрази Нас Пусть Закончатся Эти Дурацкие Нелепые Эксперименты Пусть Закончится Эта Церковная Политика Пусть Закончится Этот Религиозный Беспредел Боже Пусть Церкви Все Вздохнут Свободно Пусть Все Узники Выйдут На Свободу Господи Мы Жаждем Тебя Мы Просим Тебя Приди Господь Помилуй Нас Исцели Наследие Твое Дай нам Встать Сегодня Между Живыми И Мертвыми Подними Этих Заступников Которые Могли Бы Остановить Это Проклятие Это Уничтожение И поражение В народе Бог Подними Этих Патриотов Подними Этих Храбрые Сердца О Пусть Сякие Маски Будут Сорваны Пусть Придет И явится Слава Твоя Слава Твоя Пусть Закончатся Все Конфликты Пусть Закончатся Всякий Бунт И Всякое Непослушание О Боже 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 Иви Славу Свою Останови Поражение В народе И Умерло От поражения 14 Тысяч Семсот Человек Кроме Умерших По делу Кореева 14 Тысяч Люди Умирают Не потому Что это Воля Божья Не Моисей Уничтожает И не церковь И не вера Уничтожает Человека Его собственное Беззаконие Его собственное Безумие А всякий Праведник Своей верою Жив Будет Аллилуйя Господи Помоги нам В этот Вечер Взять Это Серьезное Слово Остановиться На своих Путях Пересмотреть Свою Жизнь О Дух Святой Наполни Нас Живой Поднимите Нас От этого Жизнь От этого Ропота От этого Недовольства Путях Жизнь Нас Своя 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 Пусть зайдет над тобою Слава Господня Пусть зайдет надо мною Пусть слава Господня Взойдет над новым поколением О, слава Господня Взойди над нами В этот вечер Мы жаждем тебя Мы ищем лица твоего Пусть наша вера будет концентрированной Пусть в этой вере растворится Каждое откровение твое Пусть живая вода растворит Каждое слово сказанное тобою Сердце чистое сотвори во мне И твоею живою водой Сердце мое омой Сотвори во мне И твоею живою водой Сердце мое омой Сердце чистое Сотвори во мне И твоею живою водой Сердце мое омой Сердце чистое Сотвори во мне И твоею живою водой Сердце мое омой Сердце чистое Сотвори во мне И твоею живою водой Сердце мое омой Реки Реки воды живой 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 Это дух святой Сердце чистое, сотвори во мне, и своею живою водой, сердце мое омой. Сердце чистое, сотвори во мне, и своею живою водой, сердце мое омой. Реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Субтитры создавал Dух Святой. Субтитры создавал DimaTorzok Дух Святой. Дух Святой. Раствори, Господь, все откровения. О, Дух Святой. О, Дух Святой. Субтитры создавал DimaTorzok Дух Святой. Субтитры создавал DimaTorzok Дух Святой. Дух Святой. О, Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Пусть все откровения. Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дух Святой 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 Пусть в этом сердечке будет много воды живой. Много откровений пусть они все растворятся верой. А Дух Святой, Дух Святой. Слава Господне! Пророчествуйте! Слава Господне взойдет над тобою! Слава Господне взойдет над тобою! Слава Господне взойдет над тобою! Слава Господне... Слава Господне... Слава Господне взойдет над тобою! слава слава проклятие уйдет слава 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 Господне! Слава Господне! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Пусть страдания закончатся И слава Твоя взойдет над нами Халилюя Халилюя Давайте мы станем все, кем Бог в вас Мы обновим завет друг с другом И с Богом Боже, пусть Твоя живая вода растворит Растворит все откровения, обетования Твои Мы не хотим падать костьми в пустыне Нам не нужна полдороги, полнаграды Мы войдем в покой Твой Субтитры создавал DimaTorzok Боже, пусть Твоя живая вода Боже, пусть Твоя живая вода Боже, пусть Твоя живая вода хлеб сей и пьете чашу сию. Смерть Господню возвращаете, доколе Он придет. Он умер для того, чтобы смерть нас больше не уничтожала. Он страдал на кресте, чтобы мы не причиняли больше страданий ближнему. Он был изъязвлен, он был покрыт ранами, чтобы мы не наносили раны друг другу. Наказание мира нашего было на нем. Он заплатил за наше счастье. И мы сейчас обновим свой завет с Ним, скажем, Боже, мы не будем ожесточать своего сердца. И все, что Ты скажешь нам, мы это исполним. И мы пойдем, куда бы Ты ни пошел. Ты наш путь, Ты истина и жизнь. мы благодарим Тебя, мы любим Тебя. Мы в этот вечер еще раз посвящаем Тебе свою жизнь, свои годы, свою любовь, свое послушание. мы не будем ожесточаться против Тебя. Мы не будем раздражать Тебя, мы будем радовать Тебя во всех путях. Мы будем уметь достойную веру и наша жизнь прославить Тебя. и слава Господне взойдет над нами. Аллилуйя. Аллилуйя. И… улажена нnahmen. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Давайте поправим, может быть, покосившиеся первых до заповедей Возлюбим Господа Бога своего всем сердцем, всей душою, всей крепостью своей и ближнего своего, как самого себя Пусть восстановятся эти две важнейших и фундаментальных заповеди во имя Иисуса Христа Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok